Всем привет! В этом видео я начну свои эксперименты над квадроциклом от Теслы. Попробую установить более мощный электромотор, поменяю также контроллер и батарею. Всё-таки хочется при таком внешнем виде иметь хорошие динамические характеристики. Начал переделку с электродвигателя. Сейчас я покажу, на что я поменяю этого кроху, который почти умещается на ладони. Ему на смену придёт такой большой 5-киловаттный электромотор. Кстати, если вы такой же любитель крафта, как и я, квадроцикл тому пример, то вам зайдёт и старая добрая игра в совершенно новой обложке – Warface. Все мы помним, какой она была в самом начале пути. Сейчас же этот динамический бесплатный шутер кардинально отличается от того, чем был на запуске. Полностью переработана графика, постоянно добавляется новый контент, причём как PvE, так и PvP. Любители стычек с реальными игроками так вообще могут сражаться аж в 11 режимах. Но я не просто так заговорил о крафте. Оружие – отдельная сочная вишенка на торте Warface, ведь оно максимально приближено к боевым оригиналам. А с недавнего времени в игре появилась система крафта – то, с чего я начинал. Она позволяет получить новое оружие и снаряжение, просто играя. Ещё одна приятная новость – в июньском обновлении в игру добавили новую карту для режима штурм и спецоперацию Blackwood. В ней вам предстоит сражаться с тремя боссами, которых можно завалить в разной последовательности. Выбор за вами. Ссылочку на Warface оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь. Удачных операций вам и крутых наград! Это авиационный электромотор постоянного тока на 27 Вольт, который может переварить напряжение в несколько раз больше номинала. Жаль только, что у него не вал, а шлицевое соединение. Очень долго искал подходящий вал и нашёл рулевую штангу от УАЗа Патриота. Она как раз идеально встаёт по шлицам. Диаметр её 20 мм. Идеально подходит к китайскому фланцевому подшипнику F204. А в свою очередь подшипник идеально подходит под шпильки двигателя. Единственный вал нужно немного доработать и сделать в нём отверстие и пас под шпонку. Получился такой практически заводской переходник под звёздочку. Промежуточный вал я убрал и сделал на раме для двигателя новую площадку. Сразу, пока не забыл, нанёс фиксатор резьбы на болт, который держит звезду, так как такое соединение постоянно раскручивается. Ещё мне пришлось немного удлинить цепь и ножку натяжителя цепи. Теперь длинная цепь стала задевать за подножку. Вообще, это обычное явление на кроссовых мотоциклах. Там используют пластиковые бушмаки. А я сделаю его из полипропиленовой трубы. Контроллер будет использоваться простой, аналог Кёртиса 1205. По сути, это то же самое, что и шим-регулятор. Характеристики его вы видите на экране. Сейчас он настроен на 36 вольт. Также он может поддерживать 48 вольтовую батарею. Установил его пока под батарейным отсеком. Для того, чтобы его соединить с двигателем и батареей, будут использоваться провода от сгоревшего сварочного аппарата. Ещё купил медные соединительные наконечники. Также из гильз сделаю самодельные наконечники и припаяю их к проводам. Подключается всё очень просто. На контроллере все клеммы подписаны. Главное потуже затянуть болты, чтобы это место не грелось из-за плохого контакта. Управление контроллером осуществляется тремя клеммами. Самое нижнее – это включение контроллера. Остальные две нужны для ручки газа, который является переменный резистор. В мануале указано сопротивление от 0 до 5 кОм. Я взял три сопротивления разного номинала для подбора, так как ручка газа крутится всего на 30 градусов, а сам резистор на 270. Припаял резистор к проводу и подключил к контроллеру. Соединил для проверки последовательно три небольших аккумулятора и попробовал покрутить резистор. Не думал, что настолько прожорливым окажется двигатель, нехотя стал крутить колёса. Тогда я соединил три аккумулятора параллельно и взял ещё два стартерных аккумулятора на 40 А. Совсем другое дело. Ну и чтобы совсем исключить слабое звено, взял с машины третий аккумулятор. Хорошо так набирает обороты. Сразу замерил, сколько при такой сборке получилось оборотов на колесе. Получилось примерно 16 оборотов. При таком диаметре колёс это около 70 км в час. Пусковые аккумуляторы для таких целей не очень, и я приобрёл гелевые и тяговые аккумуляторы. Обычно их используют для двигателей моторных лодок. При правильной эксплуатации такие аккумуляторы служат более 10 лет. Но радость моя не была долгой. Подключив эти аккумуляторы и дав нагрузку, два из трёх моментально просели до 7 вольт. Третий же спокойно держал нагрузку. Попались два бракованных аккумулятора. По номеру они с одной партии. Позже мне их спокойно поменяли. Но сейчас нужно что-то делать, и я решил на тест установить обычные пусковые аккумуляторы. Да, не самая хорошая идея, но попробовать пойдёт. Перед выездом осталось только сделать ручку газа. Придумал самый простой способ. В руле сделал паз для провода и вклеил внутрь резистор. Далее надел ручку от предыдущего комплекта и срезал ей кончик. В срезанный край вставил пластинку, так чтобы она заходила в ручку резистора. Тем самым соединил подвижную часть резистора с ручкой газа. Я вклеил 20 кОмный резистор. Он как раз при повороте ручки выдаёт нужное сопротивление от 0 до 5 кОм. Затем вклеил конец и получилась ручка газа с переменным резистором. Всё, теперь можно отправляться на тест. После вчерашнего ливня дорога не очень, тем более для замера скорости, но я всё равно попробовал. Получилось 57 км в час. Дальше по мокрой земле просто уже страшно набирать скорость. Но у квадроцикла есть ещё запас. Скорее всего на нормальном покрытии он выдаст свои расчётные 70 км в час. Кстати, двигатель после теста был еле тёплый, что говорит о значительном запасе по мощности. Для него нужна хорошая батарея, которая сможет раскачать его как надо и показать его весь потенциал. Спустя 15 минут батарея подсела, решил замерить её вольтаж. Для удобства сделал люк под сидением. Не стал дальше насиловать эти аккумуляторы и завершил тест. Кстати, для двигателя пришлось вырезать грань в корпусе, так совпало, что и в оригинальной модели там вздоховод. Конечно, электротяга это хорошо и за ней будущее, но у меня есть в наличии много бензиновых двигателей, которые я хочу попробовать в этом квадроцикле, но не знаю какой из них выбрать. У меня есть 150 кубовый двигатель с эндуро с 4-ступенчатой коробкой передач. Также есть двигатель с мотоблока на 6,5 лошадей и к нему есть два вида сцепления. Это центробежная муфта и вариатор. Ещё есть старый двигатель с багги 500 кубовый 17-сильный 4-тактник. Какой бы вам двигатель интересно было бы увидеть в этом квадроцикле? Напишите об этом в комментариях. А пока всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok